Топ-10 самых убогих квартир на Циане и Авито. Вам повезло, что именно это видео попало вам в рекомендации, потому что именно оно сэкономит вам время и деньги. Если вы арендодатель, то вы сможете понять, какой ремонт делать не нужно в вашей квартире под сдачу. Ну а если у вас такой ремонт там есть, то как его по-быстренькому обновить? Ну а если вы подыскиваете квартиру для себя, то увидите, что точно не стоит снимать. Какие варианты устарели и чему наоборот лучше отдать предпочтение. Сегодня я докажу вам, что дорого это вообще не синоним слова круто. И смотрите это видео до конца, потому что в самом конце будет самый зашквар. Как говорится, самый сок. Я обещаю, что критика будет только конструктивная. Надеюсь, что вы посмеетесь вместе со мной. Ну а до хозяев дойдет, что если у вас такой ремонт, то в вашей квартире под сдачу жить никто не захочет. Ну а экскурс по зашквару с авито вам проведю я, Татьяна Безверхая, дизайнер интерьеров, основатель студии дизайна ТБ Дизайн и онлайн школы ТБ Эдюкейшн. Присаживайтесь поудобнее и мы начинаем. И наш королевский хит-парад открывается вот этой потрясающей квартирой для любителей красного. На самом деле этот вариант далеко не худший. Ну, такое обилие красного цвета навевает о мыслях всякого рода, не связанных, как говорится, исключительно с сосном в своей кровати. Ну а если отбросить хихоньки-хахоньки по поводу красного, то в этой квартире достаточно много объективных недостатков. По-первых, даже на фото заметно, что очень мало источников света. Соответственно, в квартире ночью будет тупо темно. Там одна люстра на потолке и все. Этого мало, чтобы осветить пространство. Во-вторых, я углядела, что тут газовая плита и при этом кухня объединена с жилой комнатой. Простите, господа, но это незаконно. По российским нормативам мы не имеем права делать студию, если в кухне газ. Только если в кухне электроплита. А что еще меня выбешивает? Это, конечно, натяжные потолки. Сразу вспоминается песня про натяни на голову. Короче, натяжные потолки из глянца у ПВХ это жесть. Сделайте потолки из гипсокартона. Ну или, если хотите, натяжное, сделайте его хотя бы матовым. Мебель сама по себе максимально дешевая. Какие-то стулья раскладные. Ну, как бы такое себе. И очень неудобная стиральная машина, которая расположена под раковиной. Это априори значит, что она маленькая. Раковина не глубокая. Будете плескаться, все будет выливаться. В общем, пользоваться этим неудобно. Квартира, которая сдается за 160 тысяч рублей. Как вы думаете, какие золотые унитазы должны быть в хате, которая сдается за такие деньги? На самом деле, стоимость этой недвижимости обусловлена только одним. Она расположена в Москве, в высотке на Котельнической набережной. Я напомню, что это одна из семи московских сталинских высоток. Это жилой дом полностью, в котором жили выдающиеся деятели культуры и искусства советского. И этот дом, он великолепен. Он великолепен своей архитектурой, своими видами на Москварику и на Кремль. Там какая-то совершенно невероятная входная группа. То есть, там реально есть за что платить такие деньги. Сама квартира, на первый взгляд, кажется вообще никакой. Но на самом деле, именно эта квартира наиболее адекватная из всей подборки. Почему? Ну, во-первых, это высоченные потолки, сильно за три метра. Это уже воздух, это уже простор. Во-вторых, умный человек покрасил все стены в белые и светлые оттенки. Это великолепно. И сейчас все это кажется пустым. Но представьте себе, что вы заедете и просто привезете свой декор, какой-то свой текстиль, какой-то арт свой на стену. Поставите живые цветы и пространство заиграет. Мебель вполне себе нормальная. Это а-ля что-то среднее, модненькое сейчас между классикой и лофтом. Кожа или кожезаменитель. Однотонная коричневая. Вся в одном ключе тоже ок. Это легко обыграть текстилем. Это легко обыграть какими-то декоративными элементами. Единственное, что меня немножечко подубивает, это арки в проеме. Но в целом они сочетаются. Вот это их темное дерево сочетается с мебелью. Так что все более чем нормально. Ну а для меня, если бы я такую квартиру снимала, был бы главным минусом, конечно, то, что мало света, мало розеток и нет гардеробных. Но это особенность планировки. Явно совершенно перепланировку, если и делали, то делали очень давно. А тогда гардеробные не считались обязательным стандартом для комфорта жильцов. Следующий лот это трешка. Площадью 135 квадратных метров в стиле дорого-богато. И стоит эта роскошь 114 тысяч рублей. Честно говоря, у меня этот интерьер вызывает такое вот отвращение, то смешанное с омерзением. Я понимаю, почему он был так сделан. Когда это делалось о дом 96-го года постройки. И в конце 90-х такой стиль был модным. Это было действительно круто, дорого, богато, без шуток. Но почему здесь до сих пор не сделан ремонт? Почему все это хотя бы там просто не покрашено в белый или в светло-серый? Почему вот эту мебель не заменили там на что-нибудь максимально минималистично-лаконичное скандинавское? Вот это дорого-богато, уже убитое, потасканное временем и современное совершенно неудобное в использовании. Ну, смотрится, мягко говоря, не очень. Сама планировка, во-первых, не алло, да? То есть для такой площади здесь нет гардеробных. Как бы, ну, камон, как? Можете на 135 метрах не быть гардеробным? А при спальнях нет приватных санузлов. Соответственно, сейчас, если большая квартира, то как минимум при мастер спальне должен быть свой приватный санузел. Своя гардеробная должна быть гардеробная при входе. Кухня маленькая, сам гарнитур неудобный. Верхние шкафы слишком низкие, соответственно, места мало там. А над шкафами, между шкафами и потолком куча пустого пространства непонятно на хрена. Короче, минусов очень много. Я молчу о том, что опять мало света в квартире, темно, опять мало розеток. Мебель навевает вообще какую-то космическую тоску. Но и самое убийственное, это, конечно, фрески. Это прям вот как будто бы ты хочешь перенестись в Италию, но немножечко жопой прилип к Москве. И выглядит это, ну, сказать, что всрато, это как бы ничего не сказать. Я считаю, что все вот это просто закрашивается белой краской, меняется кухонный гарнитур на более современный, мебель на более современную. И все, эту квартиру можно уже будет сдавать намного дороже. А, ну и чуть не забыла самое главное. Шторы с ламбрикенами. Друзья, расскажите, как вы? Хотели бы жить в квартире, где шторы с ламбрикенами? Или все-таки воздержитесь от такого богатства? Следующая квартира, это 40 квадратных метров с джакузи. Сняв такое счастье с гидромассажной ванной, камином в гостиной, вы можете стать просто королем района Сходненской в Москве. И в этом ремонте меня убивает то, сколько всего здесь намешано. Какой-то недоимперский камин при низких потолках, значит, изгибающаяся перегородка, куда же без нее. А в спальне при всем при этом совершенно какой-то катастрофический романтик, значит. Какие-то розы, какие-то подсветки. На отель на час это, конечно, не похоже. Хотя, с другой стороны, при том, что это почасовая аренда, может быть, подразумевалось именно это. Как бы понять все это безумие декоративное довольно-таки нелегко. Значит, при всем при том, шкаф, узор на шкафе купе, переносит вас в какие-то средневековые города, как бы. Причем здесь средневековые города, знает, наверное, только тот, кто этот ремонт делал. Конечно, отдельного внимания здесь заслуживают потолки со всеми этими причинливыми кругами, овалами и прочими уровнями. И Венеция в гостиной. Ну, как бы, почему бы все это не перемешать и не получить хороший такой вот салатик из пиздец? Ну, и вишенка на торте в этой квартире – это часы в виде сковородки на кухне. Ну, мало ли, вам нужно будет кому-то дать люлей из тех, кого вы приведете на час в эту квартиру. Вот, как говорится, и часы вам все-таки немножечко пригодятся. Дорогие друзья, как вы думаете, какой должна быть квартира, чтобы ее аренда стоила в месяц 350 тысяч рублей? Вы наверняка не угадали, потому что эта квартира должна быть вот такой, глянцевой, в декоративной штукатурке, чтобы вот вся плитка подоник, чтобы вот все под мрамор, чтобы все блестело. И диваны все кожаные, и кухня глянцевая, и потолки санированные. И вот вся эта роскошь, как бы, всего вот этого меня уже начинает дергать прямо сейчас, когда я записываю этот ролик. Но на самом деле это счастье стоит столько, только по одной причине. Потому что это расположено рядом с метро Новослободской. Это центр Москвы, не очень престижный район. Но сам ремонт – это, конечно, трешак из двухтысячных. И у меня только один вопрос, как бы, господа, когда вы хотите сдавать квартиру за такие деньги? Не считаете ли вы нужным, прежде чем это делать, немножечко обновить отделку? И вы сможете сдать ее еще дороже, на самом деле, на Новослободской, если отделка там будет посвежее. Так что вот, как бы, за 350 тысяч, я не знаю, можно снять 10 месяцев, снимать какую-нибудь приличную маленькую квартиру, а не вот этот вот серо-глянцевый кошмар. Экватор нашего списка – это какая-то просто обойная вакханалия. Это по-другому невозможно назвать. От этой квартиры у тебя в глазах начинает просто все переливаться цветами радуги, а после этого глаз начинает дергаться и выпадает. Как бы настолько это все пестро, ярко и олиповато. Я-то в целом не против цвета в интерьере. Я вообще люблю все цветное, но оно должно быть уместно. А тут у тебя просто все подряд. Какой-то и зеленый, и оранжевый, и какая-то сакура на шкафу-купе. Сакура на шкафу. Какой кошмар. И красная плитка на полу, и какие-то разноцветные светильники, и балкончик с обоями под камень, которых просто начинает подтрякивать. И ЛДСП, тут же оранжевое можно найти. И как бы вообще полный фарш из моего кошмара. Ну и самый пиздец, наряду с вот этой вот сакурой, которую перекосаебило немножечко. А это, конечно, занавесочки на кухне с какими-то накладными бабочками. Или что это за ересь на них приклеено. В общем, дичайший кошмар. Стоит это добро 30 тысяч рублей. Но за 30 тысяч рублей можно найти что-то приличное, где просто все стены белые. А это, пожалуйста, прям все отдираем, чертей вызываем, в котел складываем. И отправляем, как говорится, спокойненько свой век догорать. Такое, ребята, не нужно снимать. И уж тем более не нужно пытаться сдать квартиру с таким ремонтом. Следующее посуточное счастье, конечно, выглядит уже немножечко поприличнее. Хотя, как говорится, вопросы какие-то все-таки имеются. Ну, первое, это сочетание картины с леопардом. И, значит, каких-то непонятных зеленых ситцевых подушечек. Ну, как бы весьма абстрактно все это выглядит. Это непонятно, что тут лишнее. Либо леопард, либо подушечки. Сказать сложно. Этот великолепный винегрет, состоящий из подушечек леопарда. Картин с роковыми женщинами. Нас добавляется, конечно же, неизменная оранжевая ЛДСП. Без него, как бы, салат будет несъедобен, как мы все знаем. Дальше добавляется каких-то непонятной формы зеркала. Потолки отделанные вообще, черт знает чем. Это какие-то панели или что это вообще такое. И, внимание, на стенах это все выглядит, как шелкатурка-караед, который красит фасады, покрывает, точнее, фасады дешевых дач. Все это образует какое-то адское комбо. То есть, вроде бы, на первый взгляд, оно такое серо-бежево-нейтральное, кажется нормальным. Но если углубиться, конечно, хочется все это поотдирать, повыкидывать, как бы, и на вот эту вот нейтральную основу просто добавить какое-то вменяемое новое наполнение. Ну и самый восторг в этой недвижимости от кухни, значит. Во-первых, мало того, что она разваливается и расслаивается, но на кухне у нас обнаружен уголок. На кухне уголок, наряду с шторами с ламбрикенами и раскладными креслами. Это одно из вообще любимейших интерьерных изобретений моих. Я считаю, что просто должны адские пожары пройти по всей стране и сжечь все кухонные уголки. Извините. Следующий лот нашей программы. Неужели арендодатели думают, что вот это вот покрывало а-ля бренд Шанелька, как говорится, садовода, и круглая кровать добавит привлекательности их объекту? Да, с другой стороны, если представить себе контингент, да, у нас кровать, значит, троха***чик, а аренда посуточная, то тут, может быть, и Шанель пригодится, кто же знает. Да, в целом, все это, конечно, лютейшая трешанина. Значит, помимо кровати, которая просто восторженно сочетается с покрывалом Шанель, меня убивает этот микрошкафчик в углу, видимо, в нем коллекция с игрушек должна храниться. Везде подсветочки неоновые, как бы, куда же без подсветочек-то освещение сценическое разное должно быть. Вся остальная мебель при этом совершенно неудобная, все из, как бы, максимально дешевого Галимова ЛДСП. Ну и кухня в каком-то стиле а-ля не до Лондон, не до Англии, с красной цветовой гаммой, ну, это, как говорится, завершает вот сие творение московского рынка аренды. Как бы, я считаю, что даже для посуточной аренды это, ребятки, перебор. Следующая квартира наша стоит всего 38 тысяч рублей в месяц. И за эти деньги вы можете получить роскошные 40 квадратных метров, где была предпринята попытка создать уютную спайльную нишу, но что-то пошло не так, кровать оказалась длиннее, чем занавески, которыми все это предполагалось отделять, и теперь они просто висят, как памятник несбывшимся надеждам, и их даже невозможно задвинуть над своей кроватью. Ну и помимо похоронной гаммы, моей любимой, состоящей из венги с бежевым и какими-то лиловыми цветочками в кухне, эта квартира, конечно, кошмар алкаша, потому что если ты придешь пьяным и посмотришь на эти обои, то тебе не то, что вертолеты обеспечены просто всю ночь, ты будешь просто вот так вот ходить, мне кажется, еще три дня, потому что даже человека, который трезв, выспался и вообще здоров и бодр, начнет через какое-то время от этих обоев тупо рябить в глазах. Как бы вопрос, почему все-таки не отодрать все это великолепие, как минимум не перекрасить все стены в белый, светло-серый, и я вообще не понимаю. Стоит это копейки, квартира будет выглядеть намного приличнее, и сдаваться она тоже будет лучше. Эта рубрика была бы неполной, если бы тут не было настоящей бабушкиной квартиры. Какие же атрибуты есть у квартиры с бабушкиным ремонтом? Ну, во-первых, это, конечно, запах кошек. Шутка, извините. Во-вторых, это ковер над кроватью. Как бы без ковра на стене вообще невозможен советский уют. Я в детстве, когда приезжала в гости к бабушке, я помню, что я бесконечно, будучи ребенком, рассматривала узоры на огромном ковре, который висел над моей кроватью. Но это было, получается, так 25 лет назад. А сейчас что ковер на стене делает, я в душе не понимаю. Дальше, конечно, это стенка. Как бы стенка в гостиной, это символ роскоши и великолепия. Поэтому она тут, конечно же, есть. Есть просиженное кресло, которое все уже просто обзгрюзгало, пожелтело, потемнело и вообще выглядит совершенно отвратительно. Кухня это вообще просто бинго, да? То есть, как здесь можно готовить, я не понимаю. Вот эти вот разрозненные элементы, которые, мне кажется, развалятся, если ты до них дотронешься. Вообще, это выглядит как тетрис. Возьми, собери свою кухню из кусочков, чтобы ты мог там еще что-то пожарить и салатик нарезать. И при этом тебе на голову ничего не упало, и пальцы ты себе не отрезал. Ну, в принципе, почему бы и не квест для арендатора. На самом деле, все это очень обидно, потому что эта квартира находится в районе парка культуры. Это шикарное место, это хамовники, старая застройка, зеленый, вообще-то элитнейший семейный район Москвы. Но, увы, по этой квартире плачет капитальный ремонт. Следующая квартира, это просто пиздец всего, значит. Тут нет ничего, что не вызывало бы у меня вопросы. Первое, это, конечно, цветовая гамма похоронная, такая классическая венгес бежевым. Значит, при этом какие-то все в каких-то квадратах, значит, при этом детская кроваточка ворвалась в это во все великолепие своим розово-лиловым цветом, но над ней тоже какие-то покосившиеся квадраты, блядь, висят. Как бы это вообще что? Это вообще как? Да, и вот эти вот обоечки меня убивают, но как бы все бы хорошо, если бы не кухня. Значит, салатовый гарнитур и, самое главное, два лота. Это деревянный, блядь, потолок, деревянный потолок в квартире и, конечно, псина на стене. Как бы непонятно, чья это псина вообще. Кто так сильно любил там свою собаку или вообще что это такое? Ну почему? На кухне, на половине стены нарисована собака. Какой кошмар просто. Представляете, вы с утра проснулись, пошли попить воды, а на вас смотрит чей-то давно почивший питомец. Мне кажется, это печально. Все, больше ржать, блядь. Это, блядь, разобьет всему. Мне псина просто убийственная. Вот это, блядь, бег ногами с... Квартира теплая, светлая, очень уютная. Я описание читаю. Друзья, я надеюсь, что это видео дало вам понимание, как точно не должен выглядеть интерьер даже съебной квартиры. И, надеюсь, вы так же, как я, от души поугарали, значит, над псинами, трохотами, розами, ониксом и всеми прочими атрибутиками всератого съемного жилья. Пишите в комментариях о своем неудачном опыте аренды квартиры и подписывайтесь на канал, даже если вы не планируете делать ремонт прямо сейчас. Потому что вдруг вы решите делать его чуть позже. А тут я со своими советами на канале. С вами была Татьяна Безверхая. На связи. Пока.